Привет! Это видео будет немножко бутологическим, что не совсем для меня характерно. Будет о косметическом минимализме. Кто не знает, это просто стремление иметь в своем арсенале текущих открытых средств по уходу только необходимое количество и также только необходимое количество средств для макияжа. Ключевое слово «необходимое», потому что у всех это количество разное. Кому-то вполне достаточно, если задуматься и присмотреться двух помад, кому-то нужно 10. Кому-то нужно больше разнообразия, кому-то меньше разнообразия. Тут я не могу не вспомнить. Я читаю раздел форума, кто может не знает, «Космофорум», посвященный уменьшению количества покупаемой косметики и лежащей в запасах неиспользуемой косметики. И там был такой момент, что девушки удивлялись тому, как можно иметь 10 парфюмов, потому что невозможно выбрать. Для меня лично не проблема выбрать из более чем 50 парфюмов. Я обычно четко знаю, когда собираюсь пользоваться парфюмом утром, что именно я хочу. Поэтому для меня вопрос выбора достаточно простой. Но в последнее время я заметила, что я просто физически не успеваю пользоваться своими купленными продуктами. Так получилось, что я поняла, что, допустим, у меня сейчас в запасе порядка 8 лосьонов для лица, неоткрытых, и 2 открытых. Один мне не подходит, он просто стоит, он подходит мне только в особых случаях. Вторым я пользуюсь утром и вечером. Но 8 тоников. Если учесть, что в среднем расход одной бутылочки, средней обычной такой 200 мл тоника, это 5-6 месяцев, ну 5 возьмем для основы, то за год я использую 2, ну в особом случае я могу использовать 3 бутылочки тоника, правильно? У меня их 8, соответственно, у меня уже сейчас запас на 3 года. И так с некоторыми другими продуктами ухода, с некоторыми другими категориями ухода. И теперь еще один аспект вот этого вот минимализма. Это получение удовольствия от имеющихся продуктов. То есть, очень часто, когда происходит вот такое захламление, покупки просто складируются. То есть, купили, может быть, даже не распечатали. У меня некоторые лично оставались нераспечатанными очень надолго. Это, кстати, заметно. Когда я стала делать видео, где они сейчас, я просто открывала свои видео пару лет недавности и смотрела, что случилось с этим продуктом. Некоторые из них даже практически не начинались, не начиналось их использованием. Вот. И это, конечно, очень грустно, потому что к продуктам нужно относиться с уважением. В эти продукты вложена душа, вложена мысль в их создание. Не в производство, потому что чаще всего это механические процессы, но именно в создание. И в их покупку были вложены эмоции, в их выбор. Ваши эмоции, мои эмоции, мои продукты. Соответственно, очень обидно, когда они просто лежат, портятся, протухают. И в один момент у меня как-то настигла эта мысль, что мои продукты просто портятся, и нужно использовать имеющиеся. На англоязычном ютюбе есть очень много на эту тему по поводу декоративной косметики. Project Pan называется. Люди выбирают себе на месяц, на неделю, на какой-то период, несколько фаворитов, и пытаются либо закончить этот продукт окончательно, либо добиться, допустим, дырочки в тени, в пудре, в румянах и так далее. То есть именно пользоваться своим продуктами, именно с удовольствием. Еще один момент, что если продукт не доставляет удовольствия, если он не подходит, его нужно попробовать поносить хотя бы неделю, ежедневно. И если понимаете, что эта тень не красит вас, эти румяна вам не идут, или у вас как-то совершенно раздражает нанесение этого продукта, либо если это уходовый продукт, или косметический, вызывает у вас аллергию, какие-то высыпания, забивание пор, то от него нужно просто избавиться и не хранить. Вот. Теперь у этого составила себе небольшой список того, что нужно сказать, это я так. В общем, первое. Косметического минимализма. Заканчивать имеющиеся продукты. Про Project Pen я уже сказала. То есть, если вам тяжело просто пользоваться, то можно вступить в сообщество. На том же Космоформе есть вот это сообщество. Я оставлю ссылочку внизу, где можно выкладывать фотографии своих запасов, где можно искать поддержки морально, если вам хочется срочно что-то купить. На YouTube есть видео ютюберов, которые делают видео о своих заканчившихся продуктов. Сразу скажу, что со мной это не работает. Мне проще выбирать из всего ассортимента, который у меня есть. То есть, я не могу на месяц, допустим, выбрать себе одни румяна, одну тушь. Ну, одну тушь могу. Одни румяна, один тональный крем, одни тени и вот пользоваться. Я так не могу. Меня это гоняет в депрессию. Поэтому я пользуюсь всем понемножку, но стараюсь ротировать чаще, но пользоваться имеющимися продуктами. А по поводу уходовых средств мне легче. Я могу, если мне нравится средство, пользоваться одним, пока оно не закончится. Следующий момент, использование имеющегося, это косметическая диета. То есть, просто не покупать больше. Вот просто не покупать. Для меня это тоже было достаточно сложно, как и для всех. И опять же, сообщества очень помогают в этом. Мне лично достаточно чтения сообществ. Мне достаточно было осознать, что имеющимся количеством теней мне, возможно, за жизнь не удастся использовать, потому что расход теней очень маленький. Помад тоже. И поэтому теперь, когда я думаю, что мне бы вот как-то где-то что-то там зудит о том, что нужно что-то купить, хотелось бы порадовать себя, я вспоминаю имеющихся там кучу помад, имеющихся кучу теней, и думаю, нет, мне не нужно еще одно средство, которое будет грустно лежать, не использовать. Будьте, лучше купить тот человек, который будет им пользоваться, и которого оно будет радовать. А я буду радоваться имеющимся, пойду домой, посмотрю, может быть, в моей коллекции есть что-то похожего оттенка. Ну, как правило, это есть, потому что у меня коллекция достаточно большая. В плане угодовых средств я стараюсь не покупать, пока не закончу все средства из данной категории. Тут еще такой момент, у всех по-разному. Некоторым нельзя смотреть, как люди жалуются на форумах и на видео, они не могут смотреть обзоры, не могут читать обзоры, потому что им тут же, тут же хочется вот это все купить. Мне наоборот. Я могу читать обзоры, я могу смотреть обзоры, я получаю удовольствие от этих покупок, такое же, как человек, который это все купил и рассказывает об этом. И мне уже меньше хочется что-либо купить. Точно так же интернет-магазин на меня действует. Я могу несколько часов потратить на обзоры интернет-магазина, посмотреть продукты, посчитать тут же в интернете на них какие-то отзывы. И мне становится ощущение, что я этим уже попользовалась, что я это все купила, что, может быть, у меня что-то есть, уже имею, у меня есть уже что-то подобное, и мне так легче. Но если я захожу в физический магазин, то мне лучше не заходить, удержаться я не смогу, поэтому я просто не захожу. То есть все люди разные. Кто-то может заходить в магазин и выходить с одной штукой, нужности только, но не может читать обзоры. Кто-то может читать обзоры, смотреть видео, оно не может ходить в физический магазин. Следующий пункт как раз к интернет-обзорам. Внимательно выбирать. То есть если у вас закончился продукт в одной из категорий, например, тот же шампунь, и вот у вас, как у меня, чувствительная кожа головы, которая легко раздражается, то если вы хотите сменить шампунь, то есть имеющий себе вас не устраивает до конца, или хочется попробовать что-то новое, то я лично в плане шампуня буду очень внимательно читать отзывы, буду очень внимательно читать эти отзывы, искать отзывы от людей с такой же проблемой, как у меня, зудящий от практически любого шампуня кожи и головы, и смотреть, что они будут рекомендовать, потому что я не могу купить, попробовать, давайте я в этой серии «Ай, ладно, куплю, попробую, и не подойдет, постоит в углу». Куплю следующий. Нет, я так уже не могу. Я должна купить и пользоваться. И выбрасывать тоже будет обидно. Поэтому внимательно читать отзывы, внимательно выбирать. Ценить свои продукты, я про это уже сказала, то есть с удовольствием пользоваться имеющимся, изучать их свойства, наслаждаться ими, наслаждаться теми румяными, которые у меня есть, теми помадами, потому что они прекрасны. Раздавать или отдавать неподходящее, то есть если не украшает оттенок, не нравится текстура, вызывает воспаление, просто избавляться. А, еще один момент очень важный, который у постсоветского пространства очень часто встречается, это беречь лучше напоследок. То есть если что-то очень нравится, сначала женщины не я одна, имеют тенденцию пользоваться тем, что похуже из этой же категории, а лучше оставлять напоследок. Так вот этого делать не стоит, потому что потом появляется что-то еще лучше, либо вкусы меняются, либо кожа меняется, и этот продукт уже не приносит такого удовольствия. Поэтому если какая-то тень, какая-то помада, какой-то бальзам, шампунь, крем лица приносят удовольствие в данный момент, пусть там еще есть, допустим, открытая вторая банка, еще десяток теней, нужно им пользоваться. И по поводу декоративной косметики, там теней, допустим, не нужно думать, что вот он закончится, и где я потом найду еще. Во-первых, к этому моменту, как он закончится, он может уже надоесть, так что не захочется. Во-вторых, все время выпускаются новые, 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 новые интересные продукты, и наверняка захочется что-то лучшего. Ну и в-третьих, если все-таки он закончится, и снова будет нужен он, скорее всего, он еще будет продаж, и можно будет его купить. Это еще один такой момент, не покупать про запас. То есть, если что-то очень понравилось, даже если это лимитка, если что-то очень понравилось, и вот вы попробовали это один-два раза, вы просто в диком восторге, думаете, боже мой, я не смогу без этого жить, когда это закончится, не нужно бежать и покупать второе. Часто к концу продукта мнение о нем сильно меняется. Пока закончится декоративный продукт, пудра, тени, румяна пройдет столько времени, и особенно, если они у вас не единственные, что уже выпустят массу других прекрасных вещей, которые захочется больше, чем этот продукт. И опять же, даже лимитки имеют тенденцию перевыпускаться спустя 3, 5, 7 лет. 10, может быть, в крайнем случае. Очень многие. Либо можно найти что-то похожее в других марках. Поэтому бежать и покупать сразу же не нужно. Особенно это касается уходовой косметики, потому что на уходовую косметику мнение в начале тюбика и в конце тюбика может быть диабетрально противоположным. Для меня это очень успокаивающая мантра, которая удерживает меня очень сильно от покупок. В общем-то, в общем-то, это все. Это все про косметический минимализм, про то, как я к нему пришла. Меня просто в один момент осенило, что я просто физически не могу использовать все у меня имеющееся. И это очень грустно, потому что продукты должны быть использованы. Они прекрасны, большинство из них не прекрасны и просто грустно, что если они испортятся. И не покупать про запас, потому что сейчас косметическая индустрия выпускает столько всего. Каждый день выпускается что-то новое. И оно лучшее, потому что технологии не стоят на месте. И даже если вам что-то безумно нравится, оно будет. Будет лучше. Вот. Это то, что позволяет мне не покупать лишнего ну и использовать имеющиеся. Нужно сказать один момент, что очень важно брать пробники. Лично я просто часто подхожу к консультантам в магазинах и говорю, у вас есть пробники вот на это, на это, на это. Даже не то, что я подхожу. Допустим, я в магазине смотрю, как всегда подходит консультант с вопросом вам помочь. Я говорю, да, у вас есть пробники вот на вот это, вот это, вот это или вот это. А часто они говорят, нет, вы что, нету. Тогда я просто говорю, ну, хорошо, спасибо, до свидания. Ну, достаточно часто и дают пробники, особенно каких-то люксовых марок, даже консультанты, с которыми я не знакома. Ну, то есть, нужно просто спрашивать и не расстраиваться, когда они говорят, нет, это, если у них их нет, значит, их нет, ну, так сложилось. Если они у них есть и просто им жаль дать вам просто так без покупки пробник, это их проблема. Они просто вам ничего не продадут. Я довольно часто уходила из магазинов, из Ревгош, из ЛДБТ, просто с пробниками и без всяких, безо всяких покупок. Что касается декоративной косметики, очень часто проводятся какие-то акции, нанесения макияжа, визажистами марок, праздники, либо, если вас интересует какое-то средство, новое там или старое, можно точно так же подойти к консультанту марки и спросить, вот вы знаете, мне вот это очень интересно, там, я не знаю, вот это, эти тени, как они пойдут или нет, будут ли они там подчеркивать в моих глазах, хорошо у вас есть в ближайшее время какие-то мероприятия или макияж, можно ли на них записаться. И, если есть мероприятия, вас 100% запишут, вы придете, визажист вам все это нанесет, вы посмотрите. Мне как-то, вроде бы, это делали прекраснейший макияж от Estee Lauder, я купила пару продуктов после этого, но макияж был просто замечательный, и, кстати, большой плюс этого, что вы откроете для себя, может быть, какие-то трюки в макияже, о которых вы до этого не знаете. И еще я хочу сразу сказать, что я не идеал в плане минимализма. У меня бывают срывы, я покупаю товары, я захожу в магазин, и мне хочется скупить половину, и я выхожу с пары баночек. Вот это, кстати, появляется видео о покупках. Минимализм для меня не означает, что я вот совсем ничего не покупаю, и у меня не бывает срывов, и вот я вам сейчас сижу, рассказываю о том, как быть такой вот идеальной. У меня бывают срывы, бывают проблемы, я рассказываю о том, как я с ними борюсь, что мне помогает, и что меня поддерживает в этом нелегком пути непокупания. Вот, я оставлю ссылочки на англоязычные видео про девушек, которые делают Project Pan, оставлю ссылку на Космофорум, ну и все, наверное. Спасибо, что смотрели, и увидимся. Пока. Продолжение следует...